Здравствуйте! Сегодня мы опять продолжаем серию наших передач. О детях по-взрослому. У нас в гостях Людмила Петрановская. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. И мы будем говорить на очень важную и такую непростую тему о подростковом возрасте. Я где-то слышала, что в иврите есть такой специальный термин, который этот возраст обозначает. Глупнадцать. Не знаю, насколько это правильно и корректно так называть, но как вы считаете, почему этот возраст такой сложный, кому сложнее? Родителям или детям в этот период? Сложно бывает всем, потому что действительно в это время происходят очень важные процессы. Если ребенок до подросткового возраста ориентирован на взрослых, на правила, которые устанавливаются взрослыми, и, собственно говоря, он не может наделать глупости, ну или там обычно не делает, именно потому что он ориентирован на правила, установленные для него, установленные взрослыми. И эти правила, как такая внешняя поддержка, такая опалубка, держат его и позволяют ему как-то нормально функционировать и не попадать в какие-то уж очень неприятные истории. В подростковом возрасте созревают те участки мозга, которые отвечают за, собственно говоря, то, что у нас ассоциируется со взрослостью. Это способность прогнозировать последствия своих действий, это способность планировать, это способность целеполагать, это способность опираться на свои какие-то представления ценности, независимо от эмоций, которые накрывают. Все то, что мы ассоциируем с взрослым, зрелым человеком. Но все устроено так, и мы все это знаем по разным самым сферам жизни, что когда какая-то система находится в стадии формирования, когда она активно развивается, она в это время очень уязвима, она работает не очень хорошо, и она очень уязвима для любых воздействий. Поэтому, с одной стороны, подростковый возраст — это тот возраст, когда формируется будущее, вот эта умность. И я так понимаю, что в этом еврейском выражении имеется в виду не интеллект, интеллект может быть и очень высоким, а именно вот такая вот житейская умность, разумность, адекватность, какая-то способность поступать на пользу себе и другим, а не делать глупости, то, что говорят. То, с одной стороны, да, это именно тот возраст, когда эта способность формируется, с другой стороны, это тот возраст, когда именно за счет того, что она формируется, именно поэтому она работает не очень хорошо. То есть уже опора такая на взрослое мнение, на взрослые ограничители уходит в прошлое, а еще собственной опоры еще нет. Поэтому подростки попадают в историю, делают дикие, глупые, можно так сказать, дикие, неразумные, скажем так, вещи, и, ну, поэтому, да, сложно им и их родителям. Давайте посмотрим инфосправ, для того, чтобы как-то вести еще поглубже в курс этой проблемы, и пообсуждаем дальше. Рэй Брэдбери в книге «К западу от октября» писал «В 13 жизнь идет наперекосяк, в 14 и вовсе заходит в тупик, в 16 хоть ложись да помирай, в 17 конец света, а там терпи лет до 20, чтобы дела пошли на лад». Но почему быть подростком так трудно? Одна из причин – активная гормональная перестройка организма, которая запускает развитие первичных и вторичных половых признаков. У мальчиков появляются первые полюции, непроизвольное семяизвержение, а у девочек растет грудь и начинаются менструации. Эти изменения часто неприятны и страшат вчерашних детей, но вряд ли их можно назвать поводом неадекватного поведения и стремления ввязываться в сомнительные мероприятия. По мнению профессора психологии Лоуренса Стейнберга, автора книги «Переходный возраст. Не упустите момент», изменения поведения и склонность к риску в подростковом возрасте обусловлены не сдержками воспитания и негормональными всплесками. Стейнберг считает, что причина в особенностях развития мозга – генетических механизмах. Это объясняет неэффективность обычных педагогических приемов в этом возрасте. Трансформация головного мозга подростка происходит главным образом в двух областях. Лимбическая система. Она отвечает за формирование эмоций. Здесь находится центр удовольствия, который играет важную роль при половом возбуждении, алкогольном и наркотическом опьянении. Префронтальная кора, которая курирует саморегуляцию и определяет социальное поведение человека. В подростковом возрасте изначально более быстрыми темпами развивается лимбическая система, что делает подростков более эмоционально нестабильными и импульсивными. Позже с развитием префронтальной коры у него повышается способность контролировать свои мысли, эмоции и действия, то есть формируется саморегуляция. Таким образом, подростковый период и есть временной период между активацией систем мозга, стимулирующих эмоции и импульсивное поведение, и развитие систем, позволяющих эти эмоции и порывы контролировать. Центр удовольствия нашептывает. Попробуй это пиво, тебе понравится. Выкури эту сигарету, не пожалеешь. Префронтальная кора молчит. Пока. Лоуренс Стейнберг сравнивает подростковый возраст с ездой на автомобиле с чувствительной педалью газа и плохими тормозами. Если добавить к этому психологические проблемы, связанные и отделением от родителей, остается только запастись терпением, пожалеть бедного тинейджера и помочь ему защититься от самого себя, не только ограничивая доступ к вредным занятиям, но и помогая развивать навыки самоконтроля. Людмила, ну вот мы посмотрели информационную справку. Какие ваши комментарии? Вот действительно очень интересные такие процессы происходят в развитии подростков. Что вы думаете об этом? Ну, это как раз примерно то, о чем мы уже говорили. Действительно, процессы, которые происходят в это время в мозге, они, с одной стороны, совершенно необходимы, и мы можем им радоваться, потому что они в итоге должны привести к тому, что мы будем иметь дело со взрослым человеком ответственным. Но в процессе действительно сложен вот этот образ машины с сильным газом и слабыми тормозами. Это действительно очень точная метафора того, что происходит с подростком. Он испытывает очень сильные чувства, он испытывает очень сильные эмоциональные качели, эти чувства легко переключаются, он очень подвержен каким-то желаниям своим и импульсам, но саморегуляция находится в процессе становления, а при этом уже то, что обеспечивало послушание ребенка, привязанность программы поведения, исследования, оно наоборот начинает при начале полового созревания прекращать свое действие, оно уже не влияет так сильно на поведение, оно отходит на задний план и постепенно совсем растворяется. И получается, что действительно прежние механизмы регуляции не работают, новые еще не сформированы, а эмоциональная раскачка сильная. И вот мы получаем то, что получаем. Это очень интересно, потому что мы же все проходили подростковый возраст, и очень много родителей задают вопросов. Такое впечатление, что как будто бы они уже не помнят, что с ними происходило тогда. И действительно вопросы бывают самые неожиданные, и мы, конечно, массу таких получаем. Ну вот, к примеру, одна мама пишет, «Как понять, у ребенка депрессия или переходный возраст?» Пишет мама девочки 14 лет. «Недавно вводила в интернете запросы по типу подросток, постоянно сидит дома, подросток не разговаривает с родителями, что присуще к дочери. Хотела узнать, что об этом думают другие родители. Почти все ссылки ввели на заголовки «подростковая депрессия». Я посмотрела много сайтов и поняла, что там почти все подходит из признаков. Но некоторые из них нормальны для переходного возраста, поэтому я абсолютно запуталась. То ли это подростковый возраст так влияет, то ли это депрессия. Как вот это вот различить, как помочь этой маме разобраться? Ну, во-первых, не обязательно, почему или. Может быть, и подростковый возраст, и депрессия. И многие эмоциональные нарушения как раз стартуют в подростковом возрасте именно в процессе вот этой раскачки, которая происходит в это время. Поэтому, да, очень часто и депрессия, и другие какие-то клинические состояния, они стартуют именно в подростковом возрасте, именно на фоне изменений, которые происходят. Обычно всё-таки мы говорим о каком-то серьёзном состоянии, когда оно достаточно устойчивое и длительное. Поэтому если дочка два-три дня сидит дома, а потом бежит гулять с подружками, то это не оно. А если какое-то состояние длится устойчиво, и ничто из него не выводит, длительное время. Длительное время, ну, про депрессию не говорят меньше двух недель, если это длится постоянно, без каких-то перерывов. И если то, что раньше всегда нравилось, и вот совсем недавно могло привести в какой-то, наоборот, радостное состояние, оно сейчас не работает, ничего не нравится. Если при этом есть нарушение сна, если при этом есть нарушение пищевого поведения, то, конечно, нужно уже подумать о том, чтобы обратиться к специалисту, потому что, ну, к сожалению, подростки очень уязвимы перед любыми такими состояниями. Ну, так я понимаю, что, конечно, тут родителям нужно быть более настороженными, лучше обратиться лишний раз к специалисту, чтобы понять, что это с ребёнком происходит, и, может быть, действительно ему нужна помощь специалисту. Да, обратиться, проконсультироваться. Конечно, не всегда легко найти специалистов хороших, да, и родители много тревоги по этому поводу испытывают, но всё-таки постепенно, мне кажется, сейчас качество растёт, помощь. Если говорить про депрессивное состояние, то там комплексно, это не то, что вы можете дойти до врача, он там пропишет таблеточки, и после них там всё улучшится. Это обычно нужна и какая-то медикаментозная поддержка, и психотерапия, и обязательно усилия самого человека, которые как раз у него появляются за счёт работы с врачом. Усилия самого человека для того, чтобы, например, наладить режим жизни, обязательно прогулки, обязательно солнечный свет, обязательно регулярное питание, то есть всё равно это всё в целом даёт улучшение. Интересный вопрос родителей задают также. Есть ли какие-то такие особенности для подростков в современное время? То, чего не было раньше, то, чем мы уже проходили, ну, мы не имеем в виду сейчас только интернет, но различные аспекты, не знаю, может быть, скорость информации, может быть, ещё что-то, что как-то влияет на этот подростковый возраст, в отличие от того, что мы проходили какое-то время назад? Да, таких особенностей очень много. Я думаю, что мы не все их даже понимаем, осознаём. Ну, какие-то несколько могу для примера привести. Ну, конечно, скорость информации. То есть количество информации, которая обрушивается на мозг современного человека, оно беспрецедентно, никогда такого не было. Количество текстов, количество сообщений, количество каких-то поступающих сигналов, требующих какой-то реакции. Вот за счёт всех этих мессенджеров, за счёт того, что у нас всё время с собой телефон, который там сообщает нам, что тот написал, этот ответил. За счёт того, что мы непрерывно в течение дня в контакте с огромным количеством людей, в непрерывной беседе с огромным количеством людей из разных сфер, с семьёй, с коллегами, с друзьями, ещё с кем-то. Мы пока не очень даже понимаем, как наш мозг к этому адаптируется и какие последствия у этого могут быть. И отдельно мы не понимаем, как к этому адаптируется развивающийся мозг. Потому что всё-таки одно дело взрослый человек, другое дело ребёнок и подросток. Ну и что с этим делать, мы тоже не очень знаем, потому что реально мир таков, каков он есть, нам жить в нём. И вряд ли реально, да, там как-то можно как Лыкова уйти в тайгу, но если мы к этому не готовы, то реально можно только думать о том, всё-таки как немножко себя поберечь в этом плане, говорить детям о том, чтобы они отключали оповещение, чтобы они сокращали количество пребывания в социальных сетях, чтобы они делали какие-то периоды детокса информационного, не читали, не воспринимали всё это. Потому что у нас есть, у всех у нас есть некий такой, называют его событийный барьер, да, то есть какое-то количество событий, которые мы можем переварить за единицу времени, ну там, скажем, за сколько-то часов, или за день, или за полдня. Вот всё идёт по плану, но что-то нам сообщили, что-то пошло не так, что-то отменилось, что-то перенеслось, про что-то надо принять срочное решение. Каждый сам про себя знает из взрослых людей. Это порог, да? Да, что есть порог, с которым ты больше уже не можешь, вот хоть убейся, да, ты больше уже не можешь, дальше у тебя начинается неадекватное состояние поведения, да. Если бы там каких-то три события произошло, где, не знаю, позвонили ребёнку из школы, что ребёнок там плохо себя вёл в школе, обменили там какое-то совещание, или принесли его в другое место, сообщили, что там банк, не знаю, там, неправильно посчитал, и считает, что у тебя задолженность, вот три этих дела ты можешь разрулить. Но если так случилось, что их оказалось пять или шесть, и ты превысил свой лимит, больше не можешь, да, вот эта многозадачность, да, истощающая, в какой-то момент ты перестаёшь быть адекватным. Это все по себе взрослые знают. То же самое с подростками. Когда у них очень много хаоса в жизни, когда, ну, сейчас, в принципе, да, и школа, и вузы организованы гораздо более хаотично, чем был когда-то, да. Нормальным является, что нет там постоянного расписания, нормальным является, что меняются требования. Они сейчас там не привыкли заранее записывать, планировать выполнение заданий в последний момент. Нужно узнать расчёт на то, что расскажут об этом в группе. Ты забыл, ты перепутал. Всё время идёт огромное количество каких-то новостей, да. Нет вот этого ощущения стабильности, да, упорядочности, некой даже рутинности, которая может раздражать, но на самом деле при всём её там раздражать, при чём то, что она раздражает, она экономит психическую энергию, она очень экономит силы. Ты помнил, не знаю, в начале учебного года, что у тебя физика в четверг и вторник, и это будет так до конца года, что у тебя физика в четверг и вторник, ты уже как-то можешь планировать свои отношения с физикой. Сейчас такого почти нигде нет, всё очень подвижно, лобильно, хаотично, и оно, с одной стороны, даёт плюсы, можно что-то там поменять, как-то адаптироваться, но, с другой стороны, при избытке оно даёт уже просто истощение. Это вот такая, честно, прагматическая часть. Кроме прагматической части, есть часть про отношения с родителями, про ожидания. Современные подростки живут в странной ситуации, когда у них нет каких-то жёстких требований, жёстких каких-то санкций за нарушение, каких-то вот таких ситуаций, которые ограничивают ребёнка, и, с одной стороны, его фрустрируют, с одной стороны, они его обижают, раздражают, там, не знаю, расстраивают сильно, с другой стороны, всё время дают ему какую-то обратную связь, и ему понятно, что такое быть хорошим, и что такое не быть хорошим. Ну, там, я вспоминаю часто книжку детскую про Витя Малеева в школе и дома, да, которая когда-то в советские времена была популярна. Там очень понятная история. Мальчик плохо учится по русскому языку, у него двойка. Это нехорошо. Хороший пионер не должен иметь двойку по русскому языку. Что должен сделать Витя Малеев? Витя Малеев должен позаниматься с более успевающим мальчиком, заниматься побольше, разобраться, написать, там, не знаю, дополнительные какие-то упражнения, выучить правила и написать диктант по русскому языку на 4. И когда он написал его на 4, а не на 2, то он становится хорошим пионером и хорошим мальчиком. Всё, прекрасно, хэппи-энд, книжка заканчивается, все счастливы и довольны. Для современного ребёнка нет таких простых способов стать хорошим. Он не понимает. То есть, с одной стороны, его всячески берегут от фрустрации, от оценок, и там, ставят солнышки, улыбочки, тучки, и он никогда не понимает, достаточно ли он хорош или нет. Достаточно прекрасно или солнышко. Да, с другой стороны, даже если он что-то сделал, допустим, этого никогда недостаточно. Сегодняшние родители и школа ненасытны в этом плане. Никто не скажет тебе, молодец, Витя, теперь у тебя не двойка, а четвёрка по-русскому. Как ты хорошо поработал, молодец, всё, ты сделал. Никакого сделания не существует. Если у тебя четвёрка, почему не пятёрка? Если у тебя пятёрка, почему не олимпиада? Если у тебя олимпиада, почему не всероссийская? Если у тебя всё прекрасно в школе, почему ещё нет увлечений? И так далее. Вот это ненасытное ожидание, которое никогда не могут ребёнку позволить выдохнуть и сказать, я свой долг выполнил перед семьёй и обществом, пошёл играть в футбол, не происходит. И это, конечно, очень универтизирующий факт. Это причина в таком отношении родителей, общества в целом? У родителей, да. То есть, с одной стороны, родители, которые сами в своё время часто пострадали от авторитарности своих родителей, от какой-то там жёсткости, категоричности, может быть, грубости, они очень боятся своих детей травмировать, они боятся их как-то ранить, они боятся их обить, они боятся их расстроить. И, честно, они просто боятся их расстроить. То есть сейчас огромное количество людей, которые просто панически боятся любого расстройства ребёнка. То есть, если ребенок недоволен, родители просто проваливаются в панику. Поэтому они, с одной стороны, создают как бы такую счастливую, поддерживающую, принимающую атмосферу, а с другой стороны, они ведь реально не согласны на то, что ну вот ты живи, детка, радуйся жизни, мы ничего не требуем, а что будет, то будет. Они хотят, чтобы он был все время счастлив и доволен, но при этом, чтобы показал хорошие результаты. И это разносит просто и детей, и родителей, просто разносит, потому что это невозможно. Да, здесь какое-то противоречие. Это противоречие, да, и это такое постоянное какое-то жульничество, когда сначала тебе говорят, детка, ну все для тебя, тебе все время должно быть интересно, тебе все время должно быть хорошо, тебе все время должно быть комфортно и приятно. Главное, чтобы ты не расстраивался, главное, чтобы ты не чувствовал себя каким-то неудачником, главное, чтобы ты все время помнил, что ты там самый лучший, красивый, талантливый. Ну, можно так. Но тогда мы должны убрать ожидания и понимать, что ну вот он захочет учиться, будет учиться, не захочет учиться, не будет учиться. Ну вот захочет у него будет так, захочет у него будет эдак. Ну вот и как бы и пусть. У этого своя логика и своя цена. Или мы должны тогда говорить, честно сказать, что нет, нас какие угодно твои результаты не устраивают, ты должен выйти на такой-то уровень. Вот этот уровень должен быть понятным, как четвёрка у Вити Малеева, с соответствующим возможностям ребёнка, а не уходить в заоблачную выйти. На Всероссийскую Олимпиаду. Да, а мы всё время говорим, делай что хочешь, ты у нас самая талантливая, но при этом каким-то образом... Но мы тебя не будем расстраивать, строить, дисциплинировать, мы не можем, это очень нам неприятно и тяжело. При этом каким-то образом изволь выдать блестящий результат на выходе. И это, конечно, очень детей просто сбивает с толпы. У меня вот, например, вопрос такой, ведь даже этот детокс, он сам по себе, поток информации, он сам по себе очень конфликтный, потому что дети как раз на него совсем не готовы. Даже несмотря на перегрузку, это какая-то уже, не знаю, привычка, зависимость, потребность этой информации, и это очень сложно происходит. Это тоже, да, вроде бы не хочется какое-то насилие, да, отбирать, вмешиваться в это во всём. При этом это воспринимается ребёнком очень остро, как вмешательство в их, собственно, какую-то границу, да, их жизни. И здесь, наверное, тоже заложен сам по себе большой конфликт между родителями и детьми. Да, но тут много конфликтов, да, например, начать с того, что насколько сами взрослые могут себя в этом плане контролировать, да, потому что ведь этот информационный поток, он же тоже, ну, в общем, физиологически вызывает что-то, какой-то род зависимости. А когда у тебя прямо здесь в доступе огромное количество каких-то интересностей, шуточек, красивостей, да, или чего-то ещё, то твой мозг начинает на это подсаживаться, потому что каждый раз, когда мы получаем дозу какую-то интересную, любопытную информацию, это такой выброс дофамина, и наш мозг запоминает, что это хорошо, и хочет этого ещё раз. Это такой, ну, обычный, эволюционный такой, да, механизм. Соответственно, когда это очень легко и доступно, то хочется всё ещё больше и больше, плюс, поскольку на той стороне есть коммерческие интересы, соответственно, оно становится всё более таким, что вызывает вот этот всплеск дофамина, да, специально в такой форме подаётся, чтобы быть компактным, маленьким, не требовать усилий, доставлять одно удовольствие и не напрягать, да, и так далее. Поэтому странно думать, если взрослые не способны с этим справиться и устоять от этого, что каким-то образом дети должны быть способны. То есть первое, мне кажется, о чём надо подумать, это чтобы взрослые какую-то информационную гигиену свою налаживали и какую-то рефлексию здесь включали, что у нас, просто какие у нас отношения с этим информационным потоком. Второе, когда мы говорим про это с детьми, очень важно, мне кажется, что мы говорили об этом, подозревая их хозяйскую позицию. Не вот это вот я тебе не разрешаю, почему покачану, потому что почему-то я думаю, что читать книжку полезнее. Ни с чего не следует, что читать книжку полезнее, мы не знаем. Но это потому, что там... так это не работает. Нужно, если мы хотим, чтобы результатом этого было формирование рефлексии, формирование саморегуляции лобных долей, то префронтальной коры, как нам показали на картинке, то мы должны именно эту часть прокачивать. Мы должны с ребёнком говорить не как с глупым, неразумным, который не понимает своей пользы, и поэтому мы сейчас ему там запретим или разрешим. А мы должны обращаться именно к этой формирующейся префронтальной коре. Ну, например, да, там... Давай проведём исследование. Вот ты три часа просидел, там, глядя, не знаю, какие-то ролики или что-то. Прошло три часа. Можешь перечислить, что за это время ты там узнал нового, что за это время для тебя было полезно. Как тебе кажется, вот этот объём, который ты узнал, и три часа – это рентабельно, нерентабельно, сопоставимо, несопоставимо. Удовольствие, которое ты получил, да, или, может быть, я хотела отдохнуть. Отдых, вот как ты считаешь, ты отдохнул, не отдохнул. Вот если по десятибальной шкале твоё состояние усталости на начало этих трёх часов и сейчас, да, что изменилось? Хорошо, это хорошая ли была идея так отдыхать? То есть мы можем только... Ну, если мы хотим действительно договариваться, и чтобы это было не про то, что сейчас мы запретим, а потом он дорвётся в школе, возьмёт телефон одноклассника и будет в нём сидеть все уроки, если мы хотим, чтобы это было про саморегуляцию, то мы должны обращаться к его вот этой самой разумной взрослой части. Хотя это не отменяет того, что в каких-то ситуациях, помня, да, что она ещё только находится в стадии формирования, разумно вводить ей какой-то контроль. Например, если ребёнок никак не может заснуть из-за того, что сидит в телефоне, значит, разумно вводить там правило, да, что в спальню входим без телефона. Вот тогда это правило должно быть для всех. Тогда мы всей семьёй в одиннадцать вечера складываем телефоны в одну коробочку, и, кстати, вот взрослым тоже очень будет хорошо. И идём спать без них. Да, очень интересно. Безусловно, я думаю, что это заставит задумываться многих родителей, потому что, конечно, мы большей частью обращаем внимание на то, как ребёнок самоконтролируется, да, но он же смотрит, как это в семье происходит. Поэтому, безусловно, это очень важно. С точки зрения вот увлечений, каких-то особых интересов подростков, и вообще эти увлечения, они часто связаны с каким-то адреналином, с каким-то самовыражением. Отсутствие какого-то, действительно, момента саморегуляции, желания получить, можно больше удовольствий. Почему настолько саморазрушающие часто бывают вот эти увлечения, да, почему их тянет именно к такому вот негативу? Что сейчас, вот посмотрим видео, они как раз на эту тему, и потом пообсуждаем эти вопросы отдельно. Переходный возраст – период, которого нередко боятся родители. Ведь именно в подростковом возрасте часто проявляется отклоняющееся поведение, тяга к риску, употребление психоактивных веществ, суицидальное поведение. Какая компания попадется, если все, зачастую у нас же как странный больше рефлекс, когда пять твоих знакомых, а ты один. Ты тоже начинаешь. Музыка 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 Берут тебя на слабо и говорят, а давай тебе что, сложно попробуй. Музыка Знаю, что есть некоторые подростки, у которых как-то, ну, не сложились отношения с родителями, и это для них действительно стресс какой-то, ну, просто потому что нервы сдают. Такую детскую жестокость психиатры называют девиантным поведением, то есть поведением, отклоняющимся от нормы. Девиантное поведение может быть и не таким сверхжестоким. В школе оно часто выражается в мелком воровстве или обычном хулиганстве. Например, вот этот девятиклассник принес в школу пневматический пистолет, говорит, хотел повеселиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, собственно, продолжение. В течение этого видео хотелось бы всё-таки понять, почему такая склонность высокая к риску, да, какое-то такое впечатление, что отсутствие чувства опасности и вот такие вот вещи, почему они происходят и что делают родители с этим? Ну тут много всего. С одной стороны, это, как мы же говорили, неспособность предсказать последствия и неполное осознание рисков, неполное осознание какой-то бесповоротности. То есть подростки не всегда понимают, что если что-то случится в результате каких-то их действий, уже нельзя будет ничего изменить, нельзя будет отыграть. То есть они немножко в такой находятся виртуальной реальности, да, как бы это не потому, что они там играют в игры, а потому что это их особенность. Особенность, да. А при этом всё-таки надо понимать, что подростковый возраст всегда исторически был возрастом инициации, то есть возрастом, когда ты должен был доказать своё право быть взрослым человеком, решать какие-то проблемы, преодолевать трудности, терпеть фрустрацию. И вот эти инициационные практики, они достаточно были сильно рискованными и часто жестокими. И в этом смысле подростки нуждаются в этом. Они нуждаются в том, чтобы проверить себя, они нуждаются в том, чтобы испытать страх, боль, риск. Все вот эти вот сильные чувства, они нуждаются в том, чтобы пройти через это, а при этом с чем они сталкиваются в сегодняшнем мире, что этого никто не собирается им допускать. Мы сейчас имеем очень мало детей, мы не можем позволить себе спокойно относиться, что кто-то пройдёт инициацию, а кому-то не повезёт. Мы не допускаем никаких рисков и все решения, которые принимаются в последнее время в обществе, в государстве, они все снижают риски. Уже практически всё запрещено, там нельзя пойти с детьми в поход, должны они только на автобусах экскурсионных пристёгнутыми строго ездить. Все спортивные соревнования сооружения максимально от рисков зачищены. Ну всё, да. Некоторые дети до 12-13 лет не перемещаются одни по городу, только исключительно с родителями в машине. И получается такое вот столкновение интересов. Подростку нужно испытать себя, а родители и общество категорически ему не хотят этого давать. Они хотят, чтобы с ним всё было хорошо. И иногда кажется, что в пределе то, что мы хотели, это чтобы при наступлении подросткового возраста мы бы могли складировать детей в такие капсулы, как в фильме «Матрица». Чтобы они там тихо ровно лежали, чтобы по одной трубочке к ним шло полезное питание, без кол и чипсов и, не дай бог, алкоголя и чего-то ещё. А по другой трубочке, чтобы в них шли знания к ЕГЭ. Чтобы они там полежали, а потом мы их оттуда вытащим, и они уже взрослыми. Опытными. Уже ответственными, уже такими разумными. И они дальше, значит, хорошо сдадут ЕГЭ и пойдут по жизни. Вообще было бы неплохо. Да, не говори. Но, к сожалению, так не работает или к счастью. И получается, что весь подростковый возраст такая вот постоянная стычка этих базовых интересов. Взрослые не хотят тревоги и не хотят риска, а дети хотят риска. И если мы будем здесь продолжать затягивать гайки и стремиться подстелить не то что соломки, а ортопедические матрасы вообще со всех сторон, чтобы точно совершенно ничего не случилось, я боюсь, что это будет, с одной стороны, снижать количество каких-то, может быть, несчастных случаев или чего-то такого, чего мы боимся, с другой стороны, увеличивать самоповреждающее поведение. Потому что, когда у ребенка перекрыты все возможности, единственное, что очень сложно ему перекрыть, это самоповреждающее поведение. И то, что сейчас отмечают социологи в развитых странах, идет снижение подростковой смертности от насилия уличного, от ДТП, от каких-то криминальных историй, от чего-то, но при этом идет рост за счет самоповреждающего поведения, суицидальных попыток, вот, всякого такого, да, потому что наркомания, вещества или чего-то еще, да, потому что, когда перекрыты все остальные способы получить вот этот опыт, то, оказывается, что труднее всего перекрыть именно принесение, нанесение вреда самому себе. Очень интересно. Вот я наблюдала, вот, когда мы еще росли, это было давно, тем не менее, и когда мои старшие дети вырастали, было очень много различных объединений подростков, всякие субкультуры процветали, это там и панки, и эмо, и так далее. Вот сейчас они так не видны, да, то есть, может быть, конечно, я это не вижу, а что случилось? Я вижу разные способы самовыражения отдельных, так скажем, подростков, но вот так, чтобы были какие-то группы такие обширные, их как-то не очень сильно заметно. Они исчезли, они ушли в интернет, и как вообще можно понять, что твой ребенок вот вошел в какую-то субкультуру, и хорошо, это плохо, это... Ну, я думаю, что сами по себе субкультуры, если они не какие-то уж очень такие деструктивные, это неплохо, потому что это способность почувствовать себя среди своих, и ведь суть вот этой принадлежности к компании подростковой... Это в группе. Ну, в группе, да, неважно, она субкультурная или просто там наша компания, да, там дворовая какая-то. Она про то, что одна из задач, которую решает человек в подростковом возрасте, это перенесение основного груза поддержки с вертикальных отношений на горизонтальные. Чем отличаются взрослые от детей? У ребенка основная, основной источник получения поддержки в стрессе, он вертикальные отношения, отношения со своими взрослыми. Если ребенку плохо, если он не справляется, если он напуган, если он не знает, что делать, то его надежда это получить поддержку сверху, да, в вертикальных отношениях, в иерархических отношениях от родителей. Взрослые люди получают поддержку в таких ситуациях в горизонтальных отношениях, от партнеров, от друзей, от коллег, от специалистов, ну, то есть вот горизонтальные связи. И это не так просто переключиться с одних на другие, потому что это разная логика, они по-разному устроены, они разного требуют поведения. Это целая история, да, это не в один день происходит. Не автоматически. Это надо научиться, да, переносить и строить горизонтальные связи так, чтобы получить поддержку от горизонтальных связей. И тут в этом смысле все подростковые сообщества, они на это и направлены. То есть научиться получать поддержку, утешение, помощь от горизонтальных связей. При этом понятно, что когда это в компании другие тоже такие же подростки, понятно, что полноценно они пока еще это обеспечить не могут. Поэтому хорошо, когда у человека сохраняется возможность и обращаться к вертикальным связям в каких-то по-настоящему аховых, например, ситуациях, обращаться все-таки к родителям. Но из-за каких-то более простых ситуаций не бежать каждый раз к маме плакать, если там двойку поставили или, не знаю, парень и так посмотрел, а обсудить это, наоборот, с друзьями. То есть это такой переходный момент, да, от вертикальных к горизонтальным связям. Это, возможно, два направления. Да, да, и постепенно перенос всей поддержки туда. Ну, то есть взрослый человек все-таки там не бежит к родителям из-за того, что у него там неприятности на работе. Нужны какие-то аховые ситуации уже совсем из ряда вам выходящие, чтобы нам нужна была поддержка именно родительской семьи, да, если она у нас еще там есть, доступна и в состоянии, да. То есть это какие-то такие, ну, вот совсем чрезвычайные обстоятельства. Со всем остальным мы справляемся благодаря поддержке партнеров, супругов, друзей и так далее. Так вот, в чем тут еще сложность? Почему, мне кажется, сейчас меньше выражены вот эти сообщества подростковые? Подростковое сообщество хорошо развивается как эта система поддержки в противовес в каком-то смысле взрослому. Да, вот есть взрослые, которые такие что-то хотят, требовательные, иногда категоричные, иногда такие самодуры, иногда обижают, иногда как-то, в общем, очень понимают. Это конфликт такой острый. Ну, такой, какие-то есть конфликты, они ставят какие-то границы, они там какую-то чушь требуют, они вообще ничего не понимают. И тогда мы идем к своим, и там получаем утешение и поддержку вот этих придурков, которые, значит, нас не понимают и отравляют нам жизнь. И тут то, о чем мы уже говорили, да, поскольку сейчас семьи, очень многие стараются максимально не фрустрировать детей, не вступать с ними в конфронтацию, то получается, что вроде как и дома хорошо. Да, и зачем тебе эти там компании, если вот, наоборот, сейчас современные подростки сталкиваются с тем, что тебя нигде так не поймут, как дома. Что вот там в компании, там надо как-то себя утверждать, там надо терпеть, что ты кому-то не понравишься, там надо какие-то конфликты разрешать, там как-то все очень сложно и страшно. А вот дома тебя всегда полюбят, всегда поймут, всегда услышат. И зачем тогда? И зачем тогда тебе эти горизонтальные связи, они лучше ли остаться вот здесь, вот, так сказать, в домашнем уюте? Поэтому сейчас все больше молодых людей, которые, наоборот, у них социализация задерживается. И они говорят, а зачем мне все это? Вот я лучше дома там с родителями смотрю. На самом деле, очень интересно, как вот изменяется, видоизменяется, вечный такой конфликт между отцами и детьми. Это просто родителями и детьми. Это просто непонятно, как в дальнейшем это будет влиять на общество, на социализацию, вообще дальнейшее развитие. Да, и родители, которые, допустим, в 13 лет им нравится, что ребенок, и они там с гордостью могут писать в социальных сетях, вот, а наш сын почитает с нами, с нами вечер проводить, да, и мы вместе там, не знаю, смотрим фильмы из классики кино и обсуждаем их. Но потом проходит еще несколько лет, и они начинают понимать, что что-то происходит не то. Ему уже 19, у него ни друзей там, ни романов, ни компаний, ничего. Он все вечера сидит дома, и никаких, вроде, с ним нет конфликтов, и он делает, что попросишь, и все хорошо. Но у родителей начинается тревога, что что-то не то происходит, а как будет дальше. А потом дальше уже начинается, как сейчас уже пошли новости, что в Англии родители судятся с 30-летним сыном, почему он все еще живет с ними, потому что они уже хотят пожить сами. То есть вот тот самый синдром пустого гнезда, который описывали психологи, и говорили о том, что родители так боятся остаться одни без детей, что задерживают их, сепарацию, препятствуют их самостоятельности. Сейчас мы видим часто прямо противоположно. Родители уже не знают, как дождаться, пока этот огромный страус уже улетит куда-нибудь. А дети не видят смысла. А дети не видят смысла, потому что здесь лучше, а там непонятные злые люди, которые еще не факт, что меня полюбят, а здесь уже любят, уже хорошо все. Очень интересно. У меня, наверное, последний вопрос, он такой именно по этой тематике. Он такой совсем традиционный, и я думаю, что миллион раз уже на него отвечали, но тем не менее все равно хочется чуть-чуть вернуться к интернет-зависимости. Действительно ли она такая страшная, как многие родители считают? Потому что сейчас как-то я уже не вижу жизни без интернета, без гаджетов, без всего этого. И где вот эта середина нормальная, и как с ней вообще жить? Потому что я вижу, что по чатам многочисленным, родительским, во-первых, паника огромная, во-вторых, постоянное внедрение в границу такую личную с чтением чатов и поисков, что там ребенок смотрит и делает, неважно, ему там 12 или 17. Вот как с этим бороться, как снять вот эту тревожность повышенную, потому что, собственно, родительское поколение, оно не росло в таких условиях, не было у них такого опыта. Вот как с этим, собственно, действовать и где найти нормальную, разумную середину? Ну, я думаю, что сейчас никто не знает, где найти нормальную, разумную середину, потому что это действительно новая реальность, и мы пока не умеем с этим обращаться. И поразительно, что у нас отстает, ну, то есть, наверное, не поразительно, это нормально, отстает осознание этой реальности, отстает понимание того, что, как изменились правила игры. Ну, например, да, то, что мы в свое время говорили, не знаю, стоя в компании за гаражами со своими приятелями, мы говорили и говорили, и никто никогда этого не узнает, и это нигде никогда больше не всплывет. Оно ушло, и все. То, что сейчас пишут дети в интернете, остается навсегда. Они это не вполне понимают, и мы не вполне понимаем, что все, что сейчас мы написали, остается навсегда. И какие-нибудь там фотографии Нью, размещенные в 14 лет по дуре, да, там, или Наспор, или что-то еще, они потом, не знаю... Могут выплыть с ней, известно, когда. Когда к тебе посватывается наследник какой-нибудь короны, да, и во всех СМИ ты в трусах в твои 14 лет появишься, да, в желтых, естественно, не во всех, слава богу. Уже непонятно, где граница. Тем не менее. Где граница, да. Это не осознают пока ни дети, ни взрослые. То, что это взрослые не осознают, очевидно, по всем тем многочисленным скандалам, когда дети на уроках записывают учителя неадекватно себя ведущего, который там орет, бьет, там, не знаю, ведет себя очень странно. Учителя, видимо, каким-то образом до сих пор еще не поняли, что это то, что случается с стопроцентной вероятностью, если они что-то такое делают, потому что всегда кто-нибудь в классе запишет и разместит. Мы не понимаем вполне, насколько отличается общение письменное от общения устного, потому что в письменном общении отрезается огромное количество регистров, невербальных. Те же самые слова, которые в устном общении были бы смягчены улыбкой, взглядом, иронией, они в письменном могут быть оскорбительны, и они могут звучать очень грубо или очень поучающе, или очень назидательно, залезающие в границы и так далее. Вот этот анекдот про пиво нет. Ну да, тонкости такие общения. Написали просто пиво нет, а то пиво нет. Ну вот это пиво нет, оно в этом письменном общении все время проявляется. Иллюзия контроля, иллюзия, что ты сам когда хочешь отвечаешь, когда нет, она иллюзия во многом, потому что когда мы принадлежим этим всем чатам и сообществам, и там постоянно идет обмен репликами, и постоянно в любой момент кто-то там что-то отвечает, на самом деле ты все время включен в процесс. У тебя нет момента, когда ты вошел, ну там, не знаю, в компанию друзей, общаешься с ней, вы там посидели вечер, попрощались, и ты ушел, у тебя другая реальность. Ты постоянно в этом контакте, ты постоянно этими репликами обмениваешься, кто-то кого-то обидел, кто-то с кем-то объединился, кто-то за кого-то начал заступаться, и пошла групповая динамика, от которой нет никакого отдыха и спасения. Эти безумные родительские чаты, которые существуют круглосуточно, и многие родители считают это нормальным, если учители в них присутствуют круглосуточно. И вот эта вся тревога, которая туда выплескивается и начинает заражать друг друга. Если бы не было этого чата, то эта тревога бы тоже существовала, но она бы подергалась и погасла в рамках отдельно взятого человека или семьи. Кажется, мой не записал, что задали по литературе. Ну там как-то поговорили, или забыли, или что-то еще. Но тут же начинается, мой не записал, что задали по литературе, а мне кажется, что была, должна быть контрольная. Тут же кто-то, кто вообще об этом не думал и вообще прекрасно проводил вечер. Вдруг, а мой тоже, да, вдруг, правда, завтра контрольная, а он, значит, и так далее. И начинается вот эта вот цепная реакция, как цепной пожар. Все вовлекаются в какую-то тревогу и так далее. Кто-то начинает в ответ спрашивать, а вот ваш записал, а почему всегда мой должен за всех записывать? И пошла, поехала она. Это, это групповая динамика, которая возникает. И все, кто работают с группами, знают, что групповая динамика это серьезная вещь. Она требует внимания, она требует работы, она требует включенности, она требует, чтобы кто-то ее управлял, кто-то ее удерживал, кто-то удерживал рамки и правила. Если это не происходит, происходит цепной пожар. В этих чатах нет модератора и не может быть, который бы установил правила. все равны и очень быстро через два шага вот из-за всего этого доходят до того что все объединились травят кого-то или две группы стенка на стенку или кто-то кого-то уже не возлюбил или кто-то в следующий раз этот человек пишет вообще про другое но ты уже помнишь то в прошлый раз он как-то общем с тобой спорил и ты уже напрягаешься увидев его имя до над сообщением сейчас мне кажется задача просто это просто чтобы хотя бы взрослые и подростки с ними начинали просто это все рефлексировать то есть осознавать что происходит осознавать что вот такая реальность что у нее такие правила что такие риски такие возможности мне кажется вот тут никто сейчас не скажет лет латая середина нужно хотя бы просто понять где мы оказались ну да тут вообще-то надо иметь ввиду что действительно как свидетель если постоянно что-то делаешь при свидетеля если я с подружкой поссорилась и сказала ей какие-то обидные слова это навсегда это может быть перед на учителю маме другой подружки и так далее то есть это не ушло и через день забыли встретились и помирились и все прошло и вот это конечно очень сильно влияет на на и на отношении на на группу и на детские родительские это иллюзия реальность которая совершенно размывает границы где кто за что отвечает то есть сейчас родители в этих родительских чатах они начинают уже объяснять учителям что они задали не то что должны были задать не по тому учебнику по которому должны были будут не так как должны были правила устанавливать не те которые должны были то есть учителя от этого тоже совершенно обладевают потому что непонятно совершенно где вообще их сфера ответственности где где она начинается где она заканчивается почему любой приходит и начинает им рассказывать, как им нужно работать. То есть и требуют, и обижаются, почему вы в 11 часов вечера не ответили немедленно на мой вопрос, нужны ли завтра лыжи. Потому что я не знаю, что мне делать, нужны ли завтра лыжи, ответьте. Ну то есть это все то, что требует огромного осмысления, изучения и какого-то юмора и терпимости в процессе, потому что мы все столкнулись с реальностью, с которой мы не умеем управляться, и мы постоянно от нее огребаем. Другой реальности у нас для нас нет, поэтому надо как-то это осмыслять. Мне тоже сын предподросткового отрасли, вот-вот отступит к нему, как-то привлечь его к таким традиционным вещам, как чтение книг, даже просмотр интересных фильмов вызывает определенные проблемы, именно привлечь как-то меньше к этому интереса. И я знаю по обсуждению редких случаях, когда ребенок, например, сидит и много читает. Как вообще можно привлекать детей к этому? И уже и слух пробовали читать сами, и я знаю, многие герои, которые это практикуют среди моих знакомых. Все равно это очень тяжело идет, то, что поглощение такой легкой информации, конечно, в противовес тому, что ты должен прочесть, да еще осмыслить. Как вообще, есть ли какие-то рецепты, как привлечь детей современных в этом динамичном мире к таким традиционным вещам культурологическим? Есть такое понимание? Ничего не следует, что вообще это очень необходимо. То есть есть то, что у нас ассоциируется с культурой, с интеллектом развитым, с критическим мышлением развитым и так далее. Это книги прежде всего. Но был период сравнительно недавно по глобальным историческим меркам, когда большинство людей не могли читать книги, потому что книг было очень мало, и они были только с религиозными текстами. Это не значит, что люди в это время были лишены культуры и имели там недостаточно развитый интеллект. С другой стороны, сейчас есть огромное количество новых носителей информации. Это тоже часто могут быть тексты, но, например, не книги. Если мы посмотрим уровень литературы, которая имеет форму, знакомую нам, литература, например, какие-то современные романы, и сравним их, например, с уровнем текстов в лучших каких-то блогах, то я боюсь, что выиграют не романы. Они часто достаточно скучные, бессодержательные, а в каких-нибудь текстах, блогах, может быть, без намыслей, юмора, идей и так далее. Поэтому, мне кажется, тут надо не столько за форму держаться, но не говоря уже о том, что чтение его по большому счету всегда было скорее развлечением, удовольствием. Ну так, если вспомнить, в нашем детстве, это было развлечение и удовольствие. Кайф не пойти в школу и целый день валяться с книжкой. И мы считаем, что это нам много дало. Ну, я не знаю, я какие-то книжки перечитывала там по многу раз, и, может быть, это не были какие-то объективно супер-пуперы, там, гениальные произведения все время на народах, да, но мне это нравилось. Дети сейчас получают удовольствие про другое. Скорее, мне кажется, можно ставить задачу это именно учить анализировать информацию. Не так важно, каким образом она поступила. Через книгу, через соцсети, через аудиоканал или видео. Важно анализировать информацию. Что ты понял, что ты узнал, поверил или не поверил. Это мысли новое для тебя или не новое. Это для тебя было развлечением или это было для тебя развитие. И то, и другое хорошо и нужно, но различать одно от другого, да. Эту информацию тебе сообщили, потому что что-то как-то хотят на тебя воздействовать, например, или хотят с тобой поделиться. Мне кажется, самое важное – это вот это различать. И какие-нибудь там предметы критического чтения, например, критического осмысления книг, мне кажется, были бы полезнее, допустим, даже в школе, чем попытка охватить огромный объем литературных произведений, которые дети там не успевают осмыслить, переварить, а некоторые им просто даже по возрасту недоступны. То есть лучше было бы действительно заинтересовано с уважением к мнению человека, с аргументацией на текст разобрать, я не знаю, за всю школьную программу 20-25 произведений, чтобы человек понял, что это такое вообще, как мы взаимодействуем с объемом информации, что мы с ним делаем. И в данном случае это не обязательно должны быть художественные произведения, это может быть какая-то публицистика, это может быть нон-фикшн, это может быть что угодно. Но как мы, вот я и вот информация, что я с ней делаю, как я с ней взаимодействую, как в этом взаимодействии остаться субъектным, остаться хозяином себя, а не чтобы меня захватил этот информационный поток и как щепку понес куда-то. Очень интересно. Тихонечку наш разговор уже подходит к концу, но есть одна вот тема или часть взаимоотношений с подростками, которые хотели бы все-таки затронуть. Это как раз касается границы договоренности. Если уже ребенок как-то вышел из-под контроля, если есть какие-то особенные сложности в поведении. Вот я бы хотела зачитать, тут одна мама пишет, что сейчас в младшей дочке 13, хамит, сутками сидит в интернете, ведет свой блог. Я очень боюсь за нее, потому что сейчас пошла непонятная волна с арестами людей за посты. Что делать, не знаю. Старшая вообще из дома уходила, то у подружки жила, то у бабушки. И тогда я решила перебеситься и оставила ее в покое. Просто я сама прошла чудовищный переходный возраст с попытками суицида, алкоголем и комнатой милиции. Правильно ли я себя веду, просто пережидая, пока дочь перебесится или старшая дочь права, что я плохая мать. Вот такая сумбур. Ну вот хотелось бы понять, если уже проблемы, каким образом их можно разрешать? И можно ли все-таки пытаться установить какие-то границы в поведении ребенка, взаимоотношении с ребенком, при этом следуя договоренностям, каким-то правилам? И насколько это путь грамотный? И как родителям с этим поступать, может быть, даже что-то почитать? Ну, одинаковых семей не бывает, поэтому в каждом конкретном случае может быть очень много разных внутренних причин, почему именно этот ребенок тяжело переживает подростковый возраст. Может быть так, что в одной семье у какого-то ребенка достаточно тихо проходит, у другого достаточно бурно. Ничего не следует, что бурный подростковый возраст это, допустим, плохой прогноз на будущее, а спокойный, послушный подростковый возраст, наоборот, это гарантия будущих успехов. Как мы уже говорили, многие дети не бунтуют совершенно и не сопротивляются ничему в подростковом возрасте, потому что нечему, по большому счету, и потом имеют большие сложности с тем, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь. Поэтому, наверное, нет цели сделать так, чтобы не было никаких проблем в подростковом возрасте, но о чем важно помнить? Во-первых, то, о чем мы уже немного говорили, важно помнить, что это не всегда может быть про возраст и про отношения, это может быть про какую-то уже дисфункцию. И понимать, что в подростковом возрасте это часто стартует, и в подростковом возрасте можно еще многое сделать, чтобы это компенсировать, чтобы оно не перешло в дальнейшую взрослую жизнь. Поэтому, если длительные какие-то странности у ребенка, если длительная какая-то эмоциональная нестабильность, пониженное настроение или, наоборот, возбужденное настроение, особенно если сильно нарушен режим сна, если какое-то совсем странное поведение, то иметь смысл как-то консультироваться с врачами. Безусловно, очень важно, чтобы, понимая, что происходит только формирование этой префронтальной коры, безусловно, очень важно, чтобы были какие-то рамки ограничения. Но эти рамки ограничения важны, важно, чтобы они были все-таки из позиции уважения. Не про то, что все делай, как я хочу, не про то, что я думаю, что полезно читать книжки, поэтому сиди, читай книжки, а про то, что давай подумаем, что важно для тебя, что полезно для тебя. Про то, что нужно ходить в школу, нужно соблюдать какие-то правила безопасности, нужно что-то делать, какой-то вносить вклад в семейное хозяйство. Подростки обычно очень чувствительны к тому, находимся ли мы на их территории или на своей. То есть, если мы, как родители, должны, например, гарантировать, что он ходит в школу, это наше общество считает, что это наша обязанность, что в школу ходить надо, домашнее задание делать надо. Он понимает, что мы на своей территории, что мы требуем чего-то разумного. Но если мы начинаем требовать, чтобы он, например, нравилось в школе, в которой скучно, или чтобы он с удовольствием или с большим энтузиазмом или по собственной инициативе всегда выполнял домашние задания, которые ему сложно и не нравятся, то мы уже на чужой территории. Мы начинаем залезать туда, куда нас не просили и получаем в ответ отпор. Поэтому, если говорить о правилах и границах, важно, чтобы их было немного, но они были внятные, понятные, чтобы не было такого, что нам палец дай, мы руку откусим, согласись на одно, мы тут же захотим еще и другого, и пятого, и десятого. Согласись, что не будешь прогуливать школу, мы тут же выкатим тебе еще 225 занятий, еще чтобы «Войной мир» читал с удовольствием по вечерам. То есть они должны быть действительно четкими. По ним действительно должна быть договоренность. И проблема начинается тогда, когда мы подтасовываем договоренность и установленные правила. Это разные ситуации. Когда мы устанавливаем правила, мы действуем из родительской роли. Мы опираемся на иерархию, на то, что мы главные, мы старшие, мы знаем, как надо, и мы устанавливаем правила. И в этом смысле мы готовы к тому, что ребенок будет недоволен, что он будет возмущен, что он скажет, что мы такие сякие немазные, сухие, что мы нарушаем его права, издеваемся над ним. И мы готовы к конфликту. Мы готовы пойти на санкции, если эти установленные будут нарушены. И мы готовы к недовольству с этим связанному, к дистанции большей с подростком, которая с этим связана. Мы не разрушаемся от этого. Если мы делаем вид, что мы устанавливаем границы, но при этом мы больше всего на свете боимся, что детка расстроится, больше всего на свете боимся, что у нас нарушится теплый какой-то очень там контакт и так далее, и так далее, то мы дурим ребенку голову и сами себе. И мы закладываем под это все очень нехорошее основание, которое она или поздно провалится и будет плохо. И наоборот, если мы договариваемся с ребенком на равных, мы договариваемся, что такое договор? Мы садимся на равных, мы обсуждаем твои интересы, мои интересы, твои позиции, мои позиции, мы приходим к решению. И это наше общее решение. В нем не может быть, что кто-то кого-то продавил, не может быть подтасовки, не может быть такого, я сказал, а потом считаю, что мы договорились. И должны быть и такие, и такие ситуации. В каких-то ситуациях ребенок пока не способен договориться, и мы должны устанавливать правила. В каких-то ситуациях, в наших интересах, чтобы их было больше со временем, мы договариваемся с ним на равных. Но тогда он имеет право отказаться. Тогда он имеет право сказать, мне эта договоренность не подходит. Тогда он имеет право предложить что-то свое. И он равный партнер. Тут все принципы, какие с партнерами по договоренности соблюдают. Все проблемы начинаются, когда мы начинаем жульничать и это подменять. Когда мы говорим, мы договорились, а под договорились имеется в виду, я сказал, я придумал, что так тебе будет хорошо. Я решил, он по какой-то причине в этот момент не имел ресурса спорить и кивнул, но мы же договорились. То есть не было такого... Да, понятно, такое замаскированное приказы. Да. А второе, это когда мы хотим, чтобы он делал все, что мы хотим, но при этом никаких не испытывать с этим напрягов и неприятностей. То есть мы не хотим быть такими церберами, которые устанавливают правила. Мы не хотим конфликтов, мы не хотим санкций, мы не хотим всего этого. Но при этом дать ему свободу мы тоже не можем. Мы хотим, чтобы мы этого всего не делали, а он сам каким-то образом из нашего участия делал все, что мы хотим. Вот от этого двоймыслия детей разносят и семьи разносят. То есть надо понять, в какой ситуации для нас приемлем только один вариант его поведения. Мы не можем вариативно относиться, будет он ходить в школу или не будет ходить в школу. Никаких компромиссов, с другим словом. Мы не можем это дать ему на его решение. Если мы не можем, если мы можем, то мы даем. Если мы не можем, если мы понимаем, что вот в этом месте мы не можем, то не надо из себя изображать тут либералов и избегать конфликтов любой ценой. Тогда мы говорим, дорогой, это не обсуждается, это должно быть. Я понимаю, что тебя не хочет, я тебе могу в этом посочувствовать, но это будет требоваться. Если этого не будет, там будут какие-то последствия. И не бояться конфликта, недовольства, протеста, как бы выдерживать это и так далее. Либо, если в какой-то ситуации мы можем и готовы отпустить, и нас устроят разные варианты, то тогда объяснить четко, внятно, что это твоя ответственность, тут будет так, как ты решишь. Но тогда не жульничать, тогда честно принять тот вариант решения, который будет предложен. Тогда как он решит, так и будет. А не вот это вот, ну ты реши, но реши только так, как я хочу, чтобы ты решил. К сожалению, вот это то, что часто происходит в семьях, и это, конечно, очень усложняет всю ситуацию. Это очень интересно, и я уверена, что после нашей беседы родителям будет о чем подумать, и действительно выстраивать отношения в подростковом возрасте очень непростое, и, как мне кажется, закладывает вот эту вот такую суть, как это будет дальше развиваться, когда ребенок возрослеет, какие будут отношения с родителями дальше. Ну, у подросткового возраста есть одна хорошая особенность, про которую я советую всем помнить, он все-таки заканчивается, да? Как нам обещали, к 20 годам станет получше, полегче. Да, будем ждать на сети. Пусть это будет для нас светом в конце тоннеля. Я уверена, что здесь еще есть о чем поговорить, но вот наша передача подходит к концу. Спасибо огромное. Мне кажется, еще будет много вопросов, и будем еще возвращаться, конечно, к подростковому возрасту. Ну, а сейчас отправляемся все думать о том, как нам устраиваются наши отношения с подростками в семье. Спасибо большое. До новых встреч.